Бюро просило передать, что мы упростили интерфейс записи на курсы и добавили оплату картой. Теперь запись на любой курс такая же удобная, как поступление в школу, покупка книги или подписка на лекции. Просто введите данные своей карты, примите оферту и вуаля, вы записаны. А если вы покупали что-то на сайте бюро, то даже данные карты заполнять не придется. Наши курсы проходят в дистанционном формате. Каждую неделю участники получают доступ к видео лекциям и заданиям в учебном кабинете. Для самостоятельного изучения. А на практических занятиях каждую неделю закрепляют теорию и разбирают задания с преподавателем. Прямо сейчас открыта запись на два курса Ильяхова. Дизайн текста, визуальное представление и информационный стиль редактора текста. Курс Нозика, типографика и верстка. Курс Таверовского управления проектами, людьми и собой. И курс Бирмана, пользовательский интерфейс и представление информации. Выбирайте курс по вкусу и записывайтесь по ссылке на экране или в описании к этому ролику. Надежда Агапова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я СММщик. Поздравляю. Но большая часть моей работы сводится к дизайну постов, баннеров, монтажу динамичных рекламных роликов. У меня хорошие отношения с дирекцией компании, менеджерами других отделов. Но плохие отношения с ближайшей коллегой, которой нужно утверждать контент-план и делать публикации. Наезжает, обесценивает, буквально пытается вырывать куски работы, а потом спихивает ответственность. Нагрузка в компании большая. Всегда есть какие-то недоделки, к которым можно прицепиться. Это портит мне настроение и снижает желание заходить в рабочий чат и вообще проявлять инициативу в проектах. Работаю в компании два года, но из-за этого хочется уволиться. Подскажите, стоит ли разговаривать с дирекцией или с коллегой, или, может быть, это нормально, и я слишком нежно реагирую? Надежда, по вашему рассказу, я могу понять, что действительно вас очень расстраивает ситуация, в которой вы находитесь, но я в ней недостаточно в вашем рассказе информации для того, чтобы оценить, почему это происходит и как на самом деле обстоят дела. Соответственно, возможно, что вы и сами не до конца понимаете расклад. И, соответственно, я действительно первое, что бы сделал, конечно же, постарался этот расклад выяснить. А именно, конечно же, поговорить с вашей коллегой. И, собственно, ваша задача, что вы хотите прояснить? Во-первых, вы хотите прояснить мотивацию этой коллеги. То есть, почему она влезает, как влезает, какая ее роль и так далее. То есть, чего она хочет, вы можете рассказать, чего вы хотите и так далее. Это как бы одна часть. То есть, кто чего хочет. Другая часть. Ну, то есть, вполне может оказаться, что мотивация вашей коллеги, что она хочет делать хорошо. Например, да. А вы, может быть, делаете плохо. Я не знаю. Может же быть такое, может же быть такое. Это не значит, что вам теперь надо мириться с какими-то наездами или увольняться немедленно. Ну, то есть, это тоже информация. Вы можете постараться свою работу как-то оценить и сделать выводы. Может быть, пойти еще подучиться или еще что-то сделать. Ну, то есть, опять же, это будут выводы, основанные на размышлениях, на разговоре и так далее. Ну, и еще отдельная непонятка в вашем рассказе. То есть, собственно, что у вас за организационные отношения с этой коллегой. То есть, я знаю даже, ну, в бюро я руководитель. Ну, когда я работал в студии Лебедева, например. То есть, я был дизайнер. Ну, не знаю, изначально. Если я сделал свою работу, есть один человек, которому я должен сдать ордеру. Сдал. Вот это было очень сложно сделать. Можно неделю ходить там с какой-нибудь маленькой картинкой пытаться утвердить. Ну, если ты сдал, тебе не надо оправдываться ни перед менеджером, ни перед редактором. Все. Ты как бы работа. Значит, раз ты ее сдал, значит, она, грубо говоря, хорошая. Можно так думать. Вот. Соответственно, в чем у вас там и как устроено отношение, не совсем понятно. Елизавета Дорошкевич. Хочу поступить в школу редакторов. Это очень похвально. Никогда не писал информационный текст, только стихи. В системных требованиях сказано, что нужны базовые знания о редакторе и информационном стиле. Нужно ли пройти курс Максима Ильяхова «Информационный стиль и редактура текста» для поступления в школу? Елизавета, проходить курс Максима для того, чтобы поступить в школу, это, наверное, немного оверкил. Тем более, что все-таки материалы этого курса, лекции оттуда как раз входят в первую ступень. То есть, практика на второй ступени, но именно лекционная часть этого курса будет у вас. Прочитайте хотя бы книжку для начала какую-нибудь ту же «Пиши-сокращай». Или я бы все-таки посоветовал, поскольку «Пиши-сокращай» – это книга для всех, не только для редакторов. Книга для редакторов – это информационный стиль. Электронная книжка очень подробная, хорошая. Я думаю, что если вы ее прочитаете, уже будет неплохо. Ну, в конце концов, есть блог Максима. Там тоже вы можете получить базовое представление об информационном стиле, как минимум. Ромарио. Артем, добрый вечер. Добрый вечер, Ромарио. «Я копирайтер. По будням до шести часов вечера работаю на одной работе. А по приезду домой занимаюсь второй. Последняя мне намного приятнее, но основная значительно стабильнее. Как думаете, стоит ли сейчас уходить от ежедневной рутины в пользу своей мечты?» Ромарио, вы ставите вопрос ребром. Иногда это хорошо, иногда это не очень хорошо. Значит, я, если с общих позиций, с общечеловеческих позиций, конечно же, всегда нужно стремиться к тому делу, которое вам доставляет удовольствие. То есть, если ваша работа, которая стабильная, вам неинтересна, скучна, вы не хотите на ней работать, вам надо придумать, как на ней, на этой работе не работать. И, конечно же, если у вас есть вторая работа, которая вам доставляет удовольствие, ни в коем случае нельзя такую работу бросать. Но другое дело, что у вас какая-то дихотомия получается, что либо вот эту выбрать работу, либо вот ту одну конкретную стабильную. А может быть, можно действовать как-то иначе. То есть, главное, я бы посоветовал действовать рационально. Чтобы вы могли выжить и при этом получить от жизни удовольствие. Соответственно, может быть, надо вот эту работу стабильную одну поменять на другую работу. Или же, может быть, надо вообще вот в этой же области, которая относится ко второй работе, начать что-то делать, а что-то для души, что-то для денег. Ну, грубо говоря, вот мой хороший знакомый музыкант, у которого есть прекрасная группа, вообще моя любимая группа. И вот он, естественно, в своей группе ей много денег не заработаешь. Но, соответственно, тем не менее, для того, чтобы зарабатывать деньги, он не на стройке строителям работы, а он работает продюсером. То есть, он помогает записывать и, собственно, делать альбомы другим группам. Делает это очень хорошо. Соответственно, получается, что то, чем он занимается, это все равно музыка. Это его любимое дело. Соответственно, это тоже вполне рациональное решение. Я думаю, что вы тоже можете в каком-то таком ключе действовать. А приз за самый интересный вопрос я хочу вручить Елизавете. Хочу как раз подарить вам полгода подписки на электронную книгу «Информационный стиль» Максима Ильяхова. Елизавета, для того, чтобы получить свой приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. А все остальные, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И обязательно напишите мне каких-то комментариев, где вы напишите, как вы не согласны со всем, что я сказал. Или наоборот. Мне хотелось бы узнать, что вы думаете. И не забывайте задавать вопросы, которые можно задать как прямо здесь в комментариях, так и в форме на сайте бюро. Живут в 21 веке и начинают Львов ставить себе при входе и люстры хрустальные вешать. Вы спрашиваете, понял, он говорит, понял, это просто классика. Если вы, естественно, снимаете какой-нибудь фильм, не знаю, про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, отличный пример стимпанк. Нормально, постмодернизм, живем.